Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Украине. Вот, последняя сводка новостей. Вот карты боевых действий. Конкретно, вот что заявил Владимир Зеленский. На Бахмут и Солидар армия РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне. Это видите на фотографии Владимира Зеленского. В общем, огромные потери армии РФ сейчас. Ну, Путин не жалеет свои войска. Я говорю, устроили котлы, где уничтожаются российские оккупационные войска. Вернее, это мобики, уголовники. Это в основном сейчас огромные потери вот в районе Кременной. Сватово здесь идут ожесточенные бои. В день где-то от 600 по 800 человек армия РФ теряет. Ну, и украинцы тоже, конечно, примерно то же количество, я думаю. Ну, в основном идут позиционные перестрелки, как бы сказать, чья артиллерия лучше работает, у тех больше, у соперника, у противника большие потери. У Бахмута здесь ожесточенные бои. Вот у Глидаре тоже, видите, синий красный, где горит, там идут бои Бахмут, Ясноватая, Углидар вот здесь. Здесь по всей линии Кременая, вот в районе здесь Новодружевск. Ну, вот последняя информация. Россия потеряла на самых сложных направлениях Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, больше военных, чем за все время обоих войн, чищие вместе взятые. Об этом заявил Владимир Зеленский. Наиболее жестокие боевые действия на протяжении всей недели были в районе Донбан и Донбассе, в Бахмуте и в Солидаре. Держим наши позиции. И на этих и некоторых других направлениях Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей, да. И столько боеприпасов, наверное, столько не тратила на двух чеченских войнах. Он подчеркнул, что реальный уровень потерь России скрывается от своего общества. И скрывает даже продолжающую мобилизацию, обманывая людей. Что мобилизация, эта задача мобилизации уже якобы выполнена. На самом же деле в регионах России и на временно оккупированных территориях Украины РФ продолжает собирать людей на гибель. Подчеркнул Зеленский. Все правильно, Зеленский говорит. Путин не жалеет своих солдат. Продолжается мобилизация. Уже, говорит, больше 320 тысяч набрано. Где-то под 50 тысяч уже брошено сюда. Я думаю, под Херсон бросили тоже тысяч 20. В этом направлении тысяч 30 бросили. В общем, они не готовы, они гибнут там эти. Я потом вам последнюю информацию в конце ролика расскажу. Про этих мобиков, которые попали на фронт. Ну вот Резников заявил, министр обороны, о Херсоне. Потенциально россияне готовы к акту доброй воли на правом берегу. Но многие уже решали этот вопрос. Сейчас, извиняюсь, покажу Херсон. Что, мол, может быть, отойдут все-таки войска, чтобы не терять огромные потери среди армии РФ. Здесь они окопавшись. Смысл этого окопания нету никакого. Просто безнаказанно ВСУ расстреливает ракетными установками, дальнобойной артиллерии, беспилотники в окопах уничтожают. Говорю, смысл этой обороны вообще никакой нет. Умные генералы давно бы российские отвели бы эти войска. Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут устроить акт доброй воли и покинуть правый берег Днепра во временно оккупирован в Херсонской области. Так. Ну и вот. У россиян есть привычка к актам доброй воли. Она нам давно известна по северным областям, так же по острому Змеиный. Я думаю, что потенциально они готовы к акту доброй воли, но для меня, типа, для этого им придется понести потери, благодаря действиям ВСУ, сказал Резников. В общем, и все тут, и Зеленский, и он говорил, что теперь, да, война закончится где-то на выходах на границы 91-го года, но сейчас пока темп продвижения в Херсонской области замедлился, потому что там идут дожди, и все заминировано, вся территория, и продвижение практически, ну, как сказать, очень, да, тяжело наступать, потому что, я говорю, здесь уже многоэшелонирно. Северная оборона в районе Херсона, и тяжело, нахрапом не взять, большие потери в ВСУ, сейчас там. И вот за последние сутки, полдня даже, сбили два российских К-52, так, две крылатых ракеты и 14 беспилотников. Ну вот, с потерей армии РФ, так, за последние полдня вооруженные силы Украины сбили российских, два, два российских, вот вертолеты эти К-52, две крылатые ракеты, это калибр, один из дронов Камикадзе, Шахи-136. Еще три беспилотника оператива токийского уровня, об этом заявило командование ВСУ. Потери армии РФ превысили уже 75 тысяч, за последние сутки потеряли 60 солдат армии РФ. Я говорю, каждый день нереальные цифры, начиная, было рекорд 950, потом 800 что-то, потом 650, сейчас 600. Я говорю, вот такие вот где-то потери, говорю, из области космической, потому что таких потерь никогда Россия еще в этой войне не несла. Так, уничтожено общее число 75 тысяч почти с половиной, плюс 600, танков 2758, плюс 8, БМП, БТР 5600, плюс 21, так, еще этих беспилотников много сбивают, 1462, вертолеты две штуки, 260. В общем, скоро армия РФ уже закончится, самолеты, вертолеты, танки, уже там проблема с вооружением, даже уже командование заявляет, что кончается у них. Солдат еще до хера, сейчас 300 тысяч набрали, как бы сказать, мобиков. Ну и вот сейчас последняя информация про мобиков. Вот, в Украине ликвидировали вечно пьяного оккупанта, успевшего получить награду. Вот, мобик, который воевал на стороне российской армии, и он погиб. 27-летний россиян успел поевать несколько месяцев. Войны в УСУ ликвидировали 27-летнего сержанта российской армии Артема Столбова. Так, он светился в соцсетях вечно пьяным. Так, вот его фотографии. Согласно некрологу, оккупант Столбов воевал против Украины к минимуму несколько месяцев, так как успел даже получить награду за убийство украинцев. Вот он здесь, красный квадрат, видите, в нетрезвом состоянии находится. Так, за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации в августе 22-го года, российскому военному преступнику дали нагрудный знак «Гвардия» и Орден Святого Георгия. Так, вот он получил Орден Святого Георгия, награжденный стоит, трезвый. А вот он пьяный тут, поет песни. Ну и вот пишут, да, в УСУ ликвидировали вечно пьяного Столбова. И вот он здесь тоже пьет с другом, стоит. Так, как бы Артемка не прервался в соцсетях, удалось найти серию вечно пьяных его фото. И вот его снимки. Вот он тоже пьяный. В общем, вечно молодой, вечно пьяный. Есть такая песня. Вот он пил и поехал на Украину воевать, стрелять, убивать украинцев. И песня его закончилась. Вечно молодой, вечно пьяный. Все, погиб. Вот, вот и медали. Ему уже можно на гроб было положить, или в гроб вернее. Чтобы они там вечно снимали, и, как сказать, и в этой сырой земле гнили. Так, и вот что еще. Воевал полтора часа. Полтора часа всего лишь один успел повоевать. Мобилизованный в Псковской области. Устроил рекорд. А, и вот он лежит. Его в плен взяли. Окупант был призван в Великих Луках. Я когда был на экскурсии в Великих Луках. Под Сколом, да. И вот этого Мобика взяли в плен. И он там прибыл, как сказать, хотел повоевать. Но не получилось. Прошло полтора часа. Его взяли в плен. Вот он лежит плененный. Так, он имеет семью. Работал на заводе. Он 95-го года рождения. Фамилия его Роман Александрович Демиденков. Это рекордсмен по боевым действиям. Самый быстрый старт. Самое быстрое падание в плен с момента. Как его подготовили и привезли на позицию. В общем, вот. Вот он лежит. Его ранили, да. И у него что-то там повреждено. И царапины на лице. Видите, вон он, что-то побили или поцарапин. Его спросили, ты хочешь жить? Он говорит, хочу. Но он пока передвигаться не может. У него ранение. Врачи рекомендовали ему постельный режим. Премия «Самый шустрый мобик» достается Демиденкову Роману. 95-го года рождения. Из Великих Луг. В общем, полтора часа. И он вот в плену лежит раненый. Еще вот последняя информация. Там вернулся один оккупант на родину, как бы, в Кострому. И поджег свой клуб. Вернее, сжег он его. Клуб в российской Костроме поджег военный, вернувшийся с фронта в Украине. И при пожаре погибли 15 человек. Представляете? Российские власти держали человека, который был виновен в пожаре, произошедшем ночью в клубе «Полигон» в Костроме. Так, это был 23-летний Станислав Йонкин. В августе он вернулся с войны в Украине. И там он с этими военными вез боеприпасы и начался обстрел. Его выбросило из машины, он сломал ногу. После этого Йонкина отправили в госпиталь в Астраханскую область. Зачем он вернулся на родину в Костромскую область? Так, он был на Бабличном, а потом решил пойти в ночной клуб, да, полигон, где вступил в драку и строил фейерверк. И сигнальницы, ракетная, знаешь, сигнальница такая есть, он начал стрелять там, видно, в этих соперников. И, в общем, там был пожар. И 15 человек погибло из-за того, что он там устроил пожар. И вот его фотография такая улыбающая, такая вот здесь, ну, лицо скрыто. В общем, вот, как сказать, повоевал, пришел на родину отдохнуть, пошел в ночной клуб, устроил драку, начал стрелять из ракетницы, убил 15 человек, вернее, пожар случился, пьяный, там, видно, все сгорели. В общем, вот такие истории в России с российскими мобиками. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.